Большую горку, ее просто не залили, дети там пешком по ней ходят, и это очень травмоопасно вообще. Мамочка моя! И все, до центра города, прямиком. Проход к этим горкам тоже настоящий аттракцион. Здесь сделали вот такое красивое белоснежное ограждение, чтобы машины не ездили. Варяются глыбы и палки, поэтому администрация, защищайтесь. Утрамбовали небольшой проход. Не очень удобненько, но идем. Вот нам сделали детям праздник. Вот здесь вот все разворотили, ходите по буеракам. Вокруг елки тоже везде грязь, в каком именно салон набросано. Вот это сделали наши люди, рабочие. Вход на горки здесь вполне безопасный. Наконец-то сделали вот такие деревянные, не скользящие настилы. Есть даже поручни. Мне кажется, они недостаточно гладкие, что ли, зашкуренные, как это назвать правильно. То есть занозы будут садить сами ступеньки и перила. А так, в целом, в принципе, хорошо. А так выглядит горка, которую, видимо, финансировали по остаточному принципу. Скатились один раз, она мне понравилась. Она маленькая, вот. А мы потом там скатились. А там, с другой стороны, вообще льда даже не пустая. А ты что, льда? Катится ничего, там ничего не катится. Я вот так крутишилась там, мне с головой съехало из-за этого. Убиться можно, особенно таким малышам. Почему убиться можно? Ну, потому что даже не залили. В прошлом году здесь был лед, а сейчас просто железка. Ну, я так понимаю, среди детей это самовостребованное. На данный момент, да. Раньше была большая горка, сейчас ее не делают. Очень странно, что на подобных ледовых городках есть чебуречные и шашлычные, но до сих пор нет цивильного места, где человек мог бы зайти, обогреться чаем и получить, например, медицинскую помощь, если разбил нос на горке, которая не залита льдом. Для удобства посетителей здесь установили биокабины, совершенно новые и бесплатные. Ну, не знаю, как их будут чистить, конечно. Это вопрос. Пока можно заходить безопасно. Итак, подводим итоги. Несмотря на то, что ледовый городок выглядит будто из-под топора, самые главные новогодние атрибуты здесь есть. Это елки и горки, а значит, проверку новостей ТВК данное место проходит. А я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Вот и сказочки конец. А Виталий Суботин и Юлия Мавшевич молодец. Всех с наступившим! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...